Денежное обеспечение, карьера, создание семьи – основные жизненные цели севастопольской молодежи. Об этом свидетельствует недавнее исследование социологического портрета горожан от 14 до 30 лет. По его итогам, представленным в правительстве, глава Севастополя Дмитрий Овсяников получил проработать дорожную карту по развитию молодежной политики до 2030 года. О том, какие условия планируют создать в городе для самореализации молодежи, говорим в программе «В контексте». Гость студии, заместитель начальника управления по делам молодежи и спорта Севастополя Сергей Резниченко. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Давайте для начала напомним телезрителям результаты этого социологического исследования более подробно. На самом деле история этого вопроса достаточно длительная. В 2014 году Управление по делам молодежи и спорта, когда оно формировалось, получило ровно ноль наследства от Украины по нашей теме, по государственной молодежной политике системы. Как таковой в городе Севастополе, я думаю, что севастопольцы меня поддержат, никакой не было централизованной. Поэтому все это пришлось сформировать с нуля. И, соответственно, за два года была сформирована новотераправовая база, была сформирована и запущена программа поддержки молодежи целевая. Ну и там через запятую можно продолжать, наверное, отдельный эфир для этого. Соответственно, в 2016 году, проведя определенный перечень мероприятий, мы презентовали его на заседании правительства руководству города и правительству города Севастополя и получили рекомендацию и указание от губернатора провести социологическое исследование, чтобы еще более детально погрузиться в молодежную среду и, в принципе, сформировать план развития и стратегию развития государственной молодежной политики на территории региона долгосрочно, до 2030 года, и, соответственно, разработать ряд документов. На основании этого поручения 2016 года мы успели еще в 2016 провести социсследование, постарались максимально широко вовлечь этот процесс в молодежь. Помимо социсследования на тысячу респондентов мы организовали региональный молодежный форум для активной молодежи, те ребята, которые за эти два года проявляли себя уже с той либо иной стороны. Их мнение узнали и, соответственно, саккумулировали это в предложение и в проект дорожной карты, который презентовали в начале этого года. И на сегодняшний день по результатам доклада на правительстве Севастополя губернаторам города поручено уже завершающий этап провести мониторинга и проектирования данной дорожной карты и вынести ее на заседание правительства. Дорожная карта, по сути, это первый этап стратегии, которая достаточно долгосрочная, еще раз повторюсь, до 2030 года. И стратегическую цель мы поставили перед собой, которая вызвала определенный интерес у членов правительства и, в принципе, у общественности. Мы поставили перед собой задачу увеличения количества молодежи города Севастополя до 180 тысяч. Сегодня у нас порядка 90 тысяч молодежи в городе Севастополя. Но вот некоторые информационные ресурсы по-своему увидели данную стратегическую цель. Допустим, один из ресурсов, не будем рекламировать, его написал статью за оглавлением, что Управление по делам молодежи и спорта собирается увеличить молодежь города Севастополя за счет мигрантов. Ну, как бы, трактовать может каждый по-своему, конечно, но если проанализировать данную задачу, то, в принципе, можно понять, как бы, да, и ознакомиться с проектом нашей дорожной карты в первую очередь, что основная задача улучшить условия, в первую очередь, для сохранения молодежи на территории субъекта после окончания вузов, для самореализации молодого человека. И, конечно же, мы рассчитываем и на приток молодых людей, что к 30-му году у нас поэтапно будут внедряться меры по поддержке молодого человека, по созданию необходимых условий, и они будут настолько отличаться и разниться, что из других субъектов молодежь талантливая, инициативная, активная будет к нам приезжать для того, чтобы здесь обосноваться, для того, чтобы развивать регион. Развитие и приток молодежи умной, активной, энергичной, это, мне кажется, один из основных движителей экономического развития региона, поэтому я считаю, что трактовать нашу стратегическую цель необходимо соответственно. Ну, конечно, приезжих, я так понимаю, все-таки меньше будет, чем у севастопольских активных ребят, их и сейчас у нас... Ну, вот вы знаете, одна из задач губернатора города, в первую очередь, скоррелировать все наши моменты дорожной карты со стратегией развития города Севастополя. У нас в стратегической сессии, в проектной сессии запланировано участие профильного директора департамента приоритетных проектов города Севастополя, курирующего заместителя социальный блок Кривого Ивановича, курирующих заместителей нашего правительства по иным направлениям, поэтому мы хотим сделать комплексный документ, хотим учесть и намерены учесть все потребности горожан, молодежи в первую очередь, все потребности в самореализации. На сегодняшний день мы сформировали перечень участников, туда входят не только молодые люди, активные представители молодежных организаций и объединений, в состав участников проектной сессии входит и научное сообщество в лице высших учебных заведений, профессорский научный состав, и коммерческое наше сообщество, победители наших молодежных конкурсов, поэтому я очень надеюсь, что вот как раз спектр участников обсуждения проекта дорожной карты, он полон, и те предложения, которые мы принимаем еще до завтрашнего дня, и люди, если не попадут на обсуждение лично, мы обязательно вынесем на рабочие группы, на проектные группы, для того, чтобы каждого, кто захочет поучаствовать в этом процессе, услышать мнение и учесть. Мы, соответственно, направили проект дорожной карты приглашения и в общественную палату города Севастополя, и в ОНФ, соответственно, региональное его подразделение города Севастополя, и в муниципальное образование, и в высшие учебные заведения, и в общественные организации заранее, чтобы люди могли изучить, подумать, собраться, обсудить и дать свои предложения, либо персонально поучаствовать в обсуждении, либо направить предложение нам на электронную почту для обсуждения в рамках этих рабочих групп. Очень хочется действительно получить хороший результат, качественный продукт, потому что данная дорожная карта первого этапа, это 2017-2021 год, она будет рабочим документом для нас. Конечно же, это будет не догма, мы сможем вносить в нее коррективы, но вместе с тем очень хочется учесть все нюансы по развитию инфраструктуры высших учебных заведений, и по строительству жилья, доступного для молодежи, по иным программам, действующим в поддержке молодежи города Севастополя, для того, чтобы наша стратегическая задача по увеличению молодежи в городе Севастополе была выполнена. Насколько я понимаю, завтра состоится как раз-таки обсуждение определенных предложений, да? Уже известно, будут ли все эти люди, о которых вы говорили, принимать участие? Да, на сегодняшний день уже есть подтверждение всех участников процесса. Мы списки сформировали по предложениям, по откликам наших коллег, партнеров, с высших учебных заведений, с организаций общественных. На сегодняшний день порядка 50 человек принимают участие, абсолютно разношерстных, разносторонних, разно специализированных людей. Поэтому я очень надеюсь, с учетом того, что мы приглашаем к обсуждению модераторов с ОСИ, я очень надеюсь, что у нас получится хорошо, и что у нас эта программа и эта дорожная карта будут действенны. Ну, понятно, что все предложения нельзя будет, наверное, учесть, прям все. Где, может быть, они какие-то будут спорные? Вот будет какой-то документ или как-то итоги, как они будут оформляться и как учитывать? Конечно, конечно. Мы как бы разобьем на определенные рабочие группы, на рабочие площадки. Каждой площадке будет модератор. Соответственно, ребята будут, коллеги, и ребята, и более старшие граждане и горожане наши будут обсуждать те или иные инициативы. И, конечно же, в рамках дорожной карты мы определим определенные критерии, которые мы должны достигнуть на первом этапе, определенные целевые показатели, к которым мы должны идти. То есть, но это не будут какие-то общие фразы, типа, нам нужно создать благоприятные условия и точка, и как хотите, так и создавать. Это будет конкретная модернизация подвеностных учреждений наших, да, там, повлечение, допустим, там, специалистов по работе с молодежью, там, да, открытие центров инновационного творчества в городе Севастополе. В России эта тематика очень активно работает, Севастополь пока, к сожалению, в отстающих. Там очень интересные проекты. Строительство, там, арендного жилья, допустим, да, с нормальным, для формирования нормального ценообразования, и как по аренде, так и по покупке жилья. Там, внедрение программ ипотечного кредитования дополнительного, поддержка молодежного предпринимательства. То есть, все это будет не только вот задекларировано, что будем поддерживать. Как поддерживать? Разошлись и забыли. Нет. Будут поставлены конкретные задачи, и не только перед управлением по делам молодежи и спорта. Для этого мы носим на постановление правительства, чтобы все ведомства и структуры вовлечили этот процесс. И мы постараемся максимально широко включить туда в состав исполнителей данных проектов нашей дорожной карты, наших коллег с правительства, согласуем с ними. И я уверен, что в феврале мы эту дорожную карту уже вынесем на заседание правительства и согласуем. И по конкретным показателям и задачам, которые будут сформированы в первую очередь молодежным сообществом и научным сообществом города Севастополя, пойдем дальше достигать нашу стратегическую цель, вовлекать молодежь во все процессы, развивать молодежь. Наш город должен быть привлекательным для молодежи. Никоим разом я не ущемляю права более старшего поколения, с уважением отношусь к нашим пенсионерам и к нашему как бы Севастополю старшего мудрого поколения. Но развитие региона, на мой взгляд, конечно же за молодежью. Это в первую очередь за нашей севастопольской молодежью, которая учится, у нас достаточно серьезные вузы и хорошая научная база в городе Севастополе. Ну и мы будем рады талантливую молодежь пригласить для реализации своих проектов из других субъектов в том числе. Будущее и молодежь, мне кажется, это понятие неразделимое. Пока дорожная карта находится еще в процессе доработки, но работа на этом не останавливается, не значит, что сейчас в данный момент ничего не происходит. На 2017 год есть ли какие-то мероприятия, которые отвечают государственной стратегии развития молодежной политики? Конечно, конечно. У нас очень много событийных мероприятий, очень много интересных событий и мероприятий ждет молодежь. Севастополь и страны в целом. У нас Всемирный фестиваль молодежи и студентов в октябре 2017 года будет проходить в городе Сочи. И в том числе есть региональная программа. Город Севастополь, я уверен, что выступит одним из партнеров в проведении региональной программы, в рамках которого наши гости со всего мира приедут делегации посмотреть на город-герой, на Крымский полуостров в целом. Существуют форумы наши, которые никто не отменял. И, естественно, мы будем проводить отбор на отправку молодежи на федеральные, окружные и региональные форумы, организованные Росмолодежью, правительством города Севастополя. Также мы продолжаем работу по грантовому конкурсу и на федеральном, и на региональном уровне. Вот буквально недавно мы собирались с ребятами-грантополучателями 2016 года. Они еще раз друг с другом познакомились, потому что у нас порядка 4 миллионов рублей выделено ребятам с тех либо иных источников на реализацию молодежных инициатив и проектов. Мы еще раз обсудили концепцию взаимодействия. То есть, да, но это не так, кто-то думает, что мы просто так взяли, раздали деньги людям, мы отпустили их в свободное плавание. Нет, мы постоянно с ними общаемся. Сотрудники управления закреплены за определенными группами грантополучателей. Мы стараемся максимально освещать, вовлекать молодежь в реализацию этих молодежных инициатив, чтобы максимально эффективно расходовать региональные средства и, соответственно, федеральные тоже источники финансирования на поддержку молодежных инициатив. Ну и так далее. То есть работа управления, конечно же, не останавливается. Конечно же, базовые проекты, которые реализуются в целом в Российской Федерации, они будут иметь место и в 2017 году. Конечно же, мы продолжаем поддерживать КВН-движение. Конечно же, мы проводим конкурсы красоты студенческие. Конечно же, мы как бы идем вперед, но традиции у нас все-таки за два года уже определенные сложились, которые будут жить и далее. Поэтому мы всегда рады видеть всех на наших мероприятиях, как событийных, так и интеллектуальных. Я очень надеюсь, что завтрашняя проектная сессия пройдет эффективно, качественно, и мы получим действительно рабочую дорожную карту, рабочий проект, который смело можно вынести. И это будет коллективное творчество, а не творчество чиновников. Ну что ж, будем ждать с нетерпением итогов этой работы, которую вы представите уже в этом месяце, как я поняла. Сергей Анатольевич, спасибо, что поделились важной информацией для нашего города. Спасибо вам. Напомню, у нас в гостях был заместитель начальника управления по делам молодежи и спорта Севастополя Сергей Резниченко. Я, Вероника Андреева, с вами не прощаюсь. Благодарю за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин